всем привет дорогие друзья с вами снова я андрей кропачев и это наше уже третье занятие по созданию дизайна интерьера вот этой вот гостиной комнаты в программе 3ds max плюс корона рендерер ссылку на предыдущие занятия оставляю в описании под этим роликом также вы можете найти все предыдущие занятия в группе вконтакте школа дизайна интерьеров андрея кропачева в этой группе есть много интересных материалов здесь я отвечаю на ваши вопросы публикую результаты своих учеников так что вступайте в группу подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех наших новых уроков с прошлого занятия у вас должна остаться вот такая вот коробка помещения с текстурированными стенами полом со шторами и на этом занятии мы с вами создадим вот такой вот двухуровневый потолок со светодиодной подсветкой повесим люстру создадим вот такие вот потолочные светильники и вот такой вот настенный бра также поставим солнце чтобы у нас светило внутрь помещения и немножко настроим свет все будет так по простому очень такие базовые будут знания без углубления во всякие технические дебри давайте начнем и начнем мы с создания потолка потолок мы будем создавать в проекции топ и будем для этого использовать самый обычный бокс вот здесь вот в режиме создания простых стандартных примитивов у вас есть бокс включаем режим создания бокса переходим к ближайшему углу и включаем привязку 2 и 5 так вот если потащите то у вас здесь есть три режима привязки вот включайте 2 и 5 и правой кнопкой щелкнув на эту же привязку выбирайте режим привязки вертекс других калчик у вас никаких не должно стоять и закрываете и когда начинаете создавать ваш бокс убедитесь в том что он у вас создается от этого угла от угла нашего помещения и нажав левой кнопочкой мы тянем его в противоположный угол и заканчиваем построение нашего бокса вот прямо в противоположном углу затем поднимаем немножко мышку вверх и нажимая левой кнопкой заканчиваем наше построение вот здесь вот появились такие настройки этого бокса настройках нам нужно будет указать высоту 50 миллиметров то есть высота этого потолка этого слоя 5 сантиметров 50 миллиметров указываем высоту также нам нужно будет добавить сегменты по горизонтали два сегмента и по вертикали тоже два сегмента по высоте никаких сегментов добавлять не нужно здесь должна быть единичка переходим в другую проекцию например в проекцию перспектива берем select and move стрелочки и поднимаем наш потолок наверх при этом нужно обязательно отключить привязки иначе он у вас будет прилепляться каким-нибудь другим объектом поэтому давайте вот здесь вот эту галочку отожмем привязки должны быть отключены поднимаем наш потолок давайте развернем проекцию перспектива во весь экран вот здесь вот нам нужно будет заново включить в настройках вида этого окна edged faces для того чтобы видеть вот эти вот наши ребра сейчас нам нужно будет эти ребра подвигать давайте правой кнопкой щелкнем на нашем объекте и сделаем ему такую операцию конвертируем его в редактируемый полигон конверту и дитей был поле когда мы конвертировали его в редактируемый полигон у нас появляются уровни редактирования под объектов этого этого объекта давайте перейдем на уровень vertex и выделим вершины которые находятся вдоль одной линии и сдвинем эти вершины в сторону то же самое сделаем с этими вершинами сдвинем их в сторону потом вот так вот с помощью кнопочки alt и скроллера мыши перевернем вид другую сторону и сделаем то же самое с вот этими и здесь тоже вот так вот так вот у вас должно получиться далее нам нужно из уровня vertex перейти на уровень полигон и выделить вот этот полигон и нижний соответствующему полигон с кнопочкой control выделяем таким образом чтобы вот эти оба полигона у нас были выделены нажимаем вот здесь вот команду bridge и мы видим что у нас эти полигоны они взаимо уничтожились но зато появилась у нас здесь вот такая такой вот поле на этом режим создания этого потолка пока что закончен давайте поработаем теперь над его материалом если мы посмотрим то он у нас белого матового цвета со светодиодной подсветкой это все создается в режиме редактирования материалов поскольку мы пока что работаем с библиотечными материалами давайте сюда тоже назначим материал из библиотеки тот же материал который у нас в принципе был и на стенах вот здесь вот волос перейдите в режим волос и вот здесь вот можно выбрать первый же какой-нибудь попавшийся материал вот при пластер white smooth можете правой кнопочкой ассанту салетт object то есть назначить на выделенный объект закрываем нашу библиотеку и давайте теперь сделаем светодиодную подсветку светодиодную подсветку мы будем делать в редакторе материалов и делается это очень просто нужно перейти на уровень редактирования полигон выделить полигоны которые находятся у нас сверху это можно сделать с помощью кнопочки control вот так вот выделить их все либо перейдя в проекцию какой-нибудь боковой вид в любой абсолютно вот сюда вот например вот вы можете снять выделение и вот так вот выделив только половину этого объекта сверху у вас выделятся верхние полигоны то есть можно сделать это двумя способами какой вам быстрее и удобнее тем и пользуйтесь давайте откроем редактор материалов вы можете нажать сюда либо на клавиатуре кнопочку м выберем пока что режим компактный compact material editor для простоты правой кнопкой щелкнув на вот эти вот окошки выберем 6 на 4 то есть максимальное отображение количества материалов в нашем окне и выбрав любой свободный слот тот который у вас не занят мы нажимаем 10 физиков материал физический материал и развернув стек корона выбираем корона light материал то есть корона сама светящийся материал здесь вот интенсивность давайте поставим 3 для нашей задачи этого вполне хватит и давайте назначим assign material to selection назначим этот материал на созданный нами объект а точнее на выделенный под объект то есть на полигон и наша задача теперь опустить наш потолок таким образом чтобы он находился прямо под верхним уровнем потолка для этого нам нужно выделить уровень потолка верхней и нижней вместе правой кнопочкой hide on select то есть спрятать все что не выделено затем выделив только уровень который мы с вами создали нам нужно будет его опустить таким образом чтобы он был немножко ниже примерно сантиметра на два-три здесь никакой точности абсолютно не нужно примерно на 2-3 сантиметра ниже нашего потолка вот вот так вот вполне себе достаточно вот и теперь если мы нажмем on hide all то внутри помещения у нас будет вот именно то что и на картинке вот таким вот образом мы построили с вами потолок вот теперь нам нужно сделать так чтобы штора находилась в кармане для штор то есть чтобы потолок не доходил до стены вот в этом месте для этого возвращаемся в макс разворачиваем проекцию топ выделяем наш потолок который мы создали переходим на режим вертекс выделяем все вершины находящиеся прилегающие к этой шторе и просто двигаем их от шторы вот таким образом можно смотреть в проекции перспектива как это делается вот наша задача отодвинуть их таким образом чтобы они не цепляли за шторы давайте теперь создадим светильники создадим вот такие вот точечные светильники они создаются с помощью обычных цилиндров вот в проекции топ давайте это сделаем развернем проекцию топ и по вот этой стене давайте создадим вот такие вот в режиме создания здесь есть цилиндры размеры этого цилиндра у нас будут 50 миллиметров здесь вот радиус поставьте 50 миллиметров высоту поставьте 150 для начала этого достаточно перейдем другую проекцию и поднимем этот светильник выше потолка посмотрим что у нас получилось вот здесь вот у нас сразу вижу что есть лишние сегменты по высоте мы их в режиме редактирования сейчас уберем вот нам понадобится только два дополнительных сегмента и все больше нам ничего не нужно остальные настройки можете оставлять как есть правой кнопочкой щелкаем на наш цилиндр и конвертируем его в редактируемый полигон точно так же как мы делали с потолком переходим на уровень редактирования vertex вершин выделяем все средние вершины опускаем их чуть пониже потом выделяем верхний ряд вершин и опускаем тоже его пониже чтобы получился вас вот такая конструкция это вот будет светящийся вот этот слой давайте теперь назначим на него материал он у нас такого же белого цвета поэтому в библиотеке материалов мы можем любой белый материал назначить на этот светильник затем нам нужно будет добиться того чтобы у нас выделились все полигоны находящиеся на этой линии вы можете просто так вот их выделить открываем редактор материалов и назначаем нами созданный недавно материал на эту линию далее выделяем нижний полигон круглый и назначаем наш материал на этот полигон вот у нас получился вот такой вот светильник вполне себе рабочий и светящийся сейчас нам нужно будет в любой боковой проекции опустить этот светильник на уровень потолка нами созданного здесь у нас их пять штук должно быть давайте мы выделим поместим его по центру нашего понижения и с помощью кнопки shift по оси y вашем случае это может быть и другая ось скопируем с инстансом нажав инстанс сделаем его 4 копии вот так если у вас слишком маленькое расстояние между ними то вы можете вернуться назад и с помощью инстанс скопировать их на более далекое расстояние чтобы у вас получилось 5 светильников расположенных друг от друга на одинаковом расстоянии и при этом чтобы они висели вот как на нашем изображении давайте теперь создадим вот этот вот светильник который висит на стене над диваном перейдем в проекцию топ перейдем в режим создания и выбрав бокс вот здесь вот создадим вот такой вот бокс вот его размеры вот здесь вот давайте напишем 1500 то есть полтора метра он длиной высота его 60 миллиметров ширина тоже его 60 миллиметров три ребра с этой стороны и три ребра с этой стороны вот таким образом правой кнопочкой щелкаем на него нажимаем convert to edit table poly то есть конвертируем в редактируемый полигон выбираем вертексы и эти вертексы оттаскиваем по краям можно переходить к материалам нам понадобится выделить верхний полигон и выделить нижний полигон с помощью кнопочки control и давайте нажмем bridge вот так теперь давайте поднимем этот светильник на то место где он должен висеть вы можете спрятать пока что не нужный нам потолок повесим его на стену давайте назначим материал посмотрим у нас такого темного цвета библиотеке материалов выбирайте любой темный цвет вот например вот этот назначаете потом открываете редактор материалов потому что именно там находится корона сама светящийся материал переходите на уровень редактирования полигон вас автоматически выделяются полигоны находящиеся внутри этого светильника и вы назначаете на эти полигоны этот материал корона сама светящийся материал теперь он у вас светит этот светильник он светит у вас и вверх и вниз давайте повесим люстру для этого вам нужно скачать такой файл называется люстра корона давайте импортируем его import merge на диске где вы сохранили весь проект у вас должна быть эта папочка люстра корона выделяем все нажимаем ok делаем то что просит маг и у вас люстра должна импортироваться в помещении давайте сгруппируем ее сразу так групп и групп нажмите и ok чтобы объект у вас не разлетался в разные стороны вешаем эту люстру на самый верх потолка то есть чтобы она у вас висела на верхнем уровне давайте посмотрим что у нас получилось нажмем on height l и попробуем в какой-нибудь проекции вот так вот в проекции перспектива сделать вид на так вот без камеры без ничего просто сделать вид на люстру и на эти светильники и нажмем на render production посмотрим что у нас получается вот такая получается у нас картина давайте остановим и посмотрим с другого ракурса где видно настенный светильник бра вот так тоже нажимаем render production и смотрим вот мы видим как у нас светит этот светильник давайте теперь поставим солнце чтобы она светила у нас внутрь помещения и на этом сегодняшний урок будем заканчивать переходим в режим создания и вот здесь в режиме создания есть третья вкладочка lights у этой вкладочки есть меню разворачиваем его выбираем корона и здесь вот есть корона sun отступив небольшое расстояние от объекта напротив окна мы это солнце построим и протянем его свет внутрь помещения когда мы отожмем левую кнопку то у нас солнце будет либо подниматься вверх либо опускаться вниз зависимости от движения мышки давайте поднимем его вот примерно на 40 30 40 градусов вот так этого будет достаточно здесь вот есть а базовые настройки у этого солнца есть интенсивность она вас по умолчанию будет скорее всего один и размер солнца тоже будет стоять один вот по интенсивности это достаточно высокая интенсивность то есть она будет очень ярко светить поэтому давайте для начала поставим ему 02 или 03 а сайса размер чем он выше тем более расплывчатыми будут границы света и тени вот поставим размер 3 этого пока нам будет достаточно давайте посмотрим как светит наше солнце для этого просто войдем внутрь помещения проекции перспектива и посмотрим на пол вот такая у нас получается картинка вы можете выбрать любую другую еще проекцию для себя чтобы полюбоваться результатом своей работы можно найти такой ракурс котором видно будет и люстра и солнечный свет и светильники которые вы создали вот например вот такой и опять нажать render production вот такая получается картина друзья на этом у нас на сегодня все это были самые простые базовые вещи дальше будет сложнее поэтому подписывайтесь на канал вступайте в группу школа кропачева вконтакте и следите за всеми уроками выполняйте их вместе с нами на этом друзья с вами прощаюсь всем всего доброго счастливо до свидания а 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 Продолжение следует...